Я извиняюсь на секундочку. Вот сегодня я уже не попаду домой. Чпоньк, чпоньк, пунч. У меня для вас есть офигенский лайфхак. Да, я вам сейчас покажу еще комнату. Вы будете слышать мой голос, но меня не видеть. Идите за мной. Наступил новый строительный день. Мы с вами сделаем лечный проем. Начнем его с самого начала и до самого конца я вам покажу, как я это делаю. Подскажите, кто знает, сколько можно нагружать с такой автомобиль. Сейчас у меня 15 мешочков клея по 25 килограммов. По-моему, это уже дофига, да? Социальное такси. Местное. У вас есть такое в городе? Я в предыдущем видео не рассказал один важный момент. Какой раствор я замешиваю. Итак, одна часть воды. Ну, понятно, это примерно ведро, может быть там ведро с половинкой. Три ведра купленного речного песка промытого. И одно ведро с нашей местной речкой. Это суглинок. Хороший такой суглинок, приятный. И вот как только я начал включать суглинок, в первой комнате я его начал где-то с середины только включать. Так у меня сразу начало клеиться. То есть прям пэмпсы, оно к стене отлично так. Я извиняюсь на секундочку. Вот это что за свинья, а? Вы представляете, поле, просто поле. И тут чувак ехал такой, ой, я забыл мусор выкинуть. И он выбрасывает пакет с мусором и выбрасывает там, вон. Это, ну, я не знаю. Мы говорим, Путин, Путин, да. А на самом деле во многом от нас начинается, ребята. Чистое, хорошее поле. И видно, что это выбросили, это недавно. Потому что поле это прогорало, это бы сгорело, когда был пожар. Помните, вот в этом видео пожарик-то был у нас. Вот, а сейчас чистая травочка. И вот кто-то просто насвинячил. Я сейчас тоже веду себя неправильно. И меня тоже можно подтянуть за то, что я беру природные ресурсы прям с карьера здесь самовольно. Ну, мы об этом умолчим. Будем считать карьер этот разрешенный. Ребятушки, ну, это не так уж и просто, знаете. Жарко, ребятки. Сегодня будет прям очень теплый, хороший день. Покажу вам, что я уже сделал. Ну, так, чтобы как бы для затравочки. Помните, мы начинали эту комнату вместе в прошлом видео. И дальше я по-быстрому ее допинал за те выходные. Один, не скажу сколько замесов, не скажу... Скажу только, что с реки я привозил два прицепа с песком. Короче, ладно, что считать. Дофига ушло материала, но все ровненько, все классно, и мне нравится. В этой комнате больше ничего я делать пока не буду, потому что здесь будет кафель, и здесь финалить никак не надо. В той стороне, как я говорил, там будет у нас умывальная зона. Может быть, я раковину буду делать сам из бетона. Пока не решил точно, но есть определенная геометрия, которую купить в магазине, наверное, будет сложновато у нас здесь. Поэтому есть такая мысль, как раз потренироваться перед заливкой кухонной столешни. Я от столешни тоже хочу лить из бетона. Так, ну здесь будет ванна угловая, как я говорил. Тут стоять будет санузел. А здесь шкаф-купе. Во всех комнатах я в проекте старался учесть шкафы-купе. Во-первых, их двигать не придется. Короче, к вам не подойдет жена и не скажет, дорогой, давай сегодня будем передвигать мебель, потому что она вся встроена. Здесь же будет вся система коммуникации, вентиляции и все остальное проще. Вот, поэтому эту розетку я на всякий случай поставил для либо проточного водонагревателя, либо бойлера. Я пока не знаю, что это будет. Опять же, я просто ничего еще не знаю, ребят. До этих проектов мне еще времени, просто гора. И поэтому я не напрягаюсь. Вывел на всякий случай, надо будет две. Поставлю две, там не проблема. Забуримся. Здесь у нас, получается, одна часть включает подсветку, ну, зеркало. А вторая будет включать вентиляцию, принудительную в этом санузле. А сегодня, ребята, у нас интересное событие. Кстати, заметьте, сейчас эхо нет. Мне интересно, когда мы с вами закончим, будет ли эхо. Сегодня мы с вами грунтуем эти стены. И сегодня мы с вами их затягиваем сеткой и клеем. Вот я его уже поднял. Да, много ребят в кадры не входит, потому что... Пойдем смотреть, как я поднимаю 15 мешков. 475 килограммов. Не обязательно. Или 375, 375. Так, ну все, короче. Я уже на первый раз прогрунтовал. Грунтовку вы можете определить на любом пеноблоке. Есть такой секретик, смотрите. Если смотришь на солнечную часть, видите, она блестит. Это, вон, видите, тоже блестит. Это говорит о том, что пеноблок на первый раз я уже грунтанул. Сейчас я пройдусь вторым разом. И на него уже начнем с вами фигачить, короче, нашу сеточку. Нам надо подключить здесь свет, потому что скоро будет уже не светло. Да и вам сейчас не видно уже. Мне нужна моя любимая. Кстати, вот эта штука отработала уже полсезона и отработала прекрасно. Всем советую. Вот такой малярный стол, что ли называется. Делайте вещь хорошая, легкая, удобная. Мне понравилось. Да, и если захотите ее все-таки сделать, то видос, он вот по этой ссылке. Ну, а те, кто смотрит это не на Ютубе, а ВКонтакте, то внизу в описании. Поехали! Нифига себе! Ребята! Слушай, могло же в электрику попасть. Хорошо плафон, да, на 30 сантиметров крайнее. А то бы сейчас стоком-то хорошо бы шарахнуло. Теперь обязательно мы даем этому раствору постоять около 5 минут. Потом мы его еще раз перемешиваем и начинаем наносить на стену. В прошлом видео я, наверное, эту тему не совсем раскрыл. И, может быть, кто-то из вас не совсем понял, для чего вот этот пирог. Объясняю. Пеноблок является паропрозрачным материалом. Цементно-песчаная штукатурка является не паропрозрачным материалом. Они, в принципе, по своей физиологии не могут дружить. И для того, чтобы это все обмануть, мы и используем этот клей. Вообще, если вы хотите штукатурить по уму пеноблок, то правильнее всего использовать гипсовые штукатурки. То есть паропрозрачные штукатурные смеси. Вот на сегодняшний день на втором этаже у меня ушло 15 тонн песка. Только песка. Тон 5, наверное, еще всего остального. От цемента и клея. Вот теперь представьте 20 тонн материала, чтобы я купил в смеси. Это какие деньги? Я не готов. Поэтому я решил цементно-песчаная штукатурка как самый простой вариант. То, что вы говорите, что она там забухтит и отвалится, ну, конечно, время покажет. Но на сегодняшний день у меня есть яркий пример. Мой сосед, который в том году это сделал в августе. Я приходил к нему, смотрел первый этаж. В этом году мелкие есть усадочные трещинки, как и у меня. Но они у всех есть. Даже ребята, которые штукатурят кирпич, тоже есть усадочные трещины. Это нормально. То, что это все забухтит и отвалится, ну, я не верю. Я думаю, что нет. Так, я вам еще про электрику все расскажу. Как я на этом этаже ее реализовал. Но чуть позже, давайте. Также про вентиляцию меня спрашивали. Ребят, про вентиляцию будет прям вот прям, наверное, серия целая. Но она будет опять же позже, потому что вентиляция там, ну, она не просто пройдет. Не просто каналы куда-то уткнутся и все. Тут будет прям серьезная система. И это будет позже. Сейчас мы штукатурим вот эту часть и мы переходим на первый этаж. Круто. Круто. Я рад. Во-первых, мы въезжаем сразу на второй жить уже. Мы можем здесь жить, потому что здесь будет чисто. Скоро мне придут двери, которые я тоже хочу поставить. Они черновые, пока такие временные, но неплохие. Я надеюсь, что они перепадут все-таки. Так, ладно. Я штукатурить, вы смотрите. Так, говоря о самой намазке, я вам скажу следующее. Я всегда намазываю сначала вверх, потом вниз, потом приклеиваю сетку и потом уже разглаживаю. Смотрите. Можно, наверное, сейчас и вот так. Смотрите. Как вы видите, ничего сложного пока нет. Вот таким способом, аляпистым, таким неаккуратным наносится клей. Блин. Ну, конечно, это я переборщил немного с жидкостью. Вот. Вклеивается сетка. Главное, чтобы самой сетки не было видно. Делайте так, чтобы вот этой белой штуки вообще, короче, не было. Прямо закрывайте ее по-всякому, по-максимуму. Все. Сейчас проклеиваем клей. Клей должен быть везде, на всем пеноблоке. Это важно. Короче, ребята, вы на секундочку отвернулись, а я уже вот только нафигачил. Это вот за сегодняшний... Сейчас, смотрите, время 9 часов. Да, начал я где-то в районе 7. За 2 часа я сделал примерно вот столько. А еще вы, наверное, сейчас интересуетесь, как же ты будешь вот эти высоты делать, потому что здесь реально высоко. А я отвечу, я успел собрать вот такую конструкцию. На нее я просто поставлю сходни. Отсюда буду работать вверх, а потом низ там уже будет нормально и со стула. Вот я сделал расстояние специально такое. Так, друзьяшки, дальше я вас вот с такой укрепления буду снимать, поэтому вы будете слышать мой голос, но меня не видеть. Ну и меня видеть это, в принципе, не обязательно. Нам главное то, что мы делаем, правильно? Так, берем маяк и пошли его устанавливать. Нам, в принципе, нужна только вот такая вот шпателюшка. Больше нам ничего не надо. Маячок поставили. Здесь мы можем обойтись, нет, мы не можем обойтись, нам нужно немножко алебастр. Поэтому я беру вот такой тазик, беру раствор. Мне надо пару ковшей. Давайте побольше. Вот так. Это мы пока убираем. А это мы идем за алебастром. Я беру немножечко алебастра, прям вообще немножко, вот столечко. Мне столько за глаза. И добавляем. Все, теперь быстренько перемешиваем. На всякий случай берете с собой один саморез. Короче, смотрите, теперь дальше что делаем. Берем вот эти штуки и наносим их рядом с нашими саморезами. Вот. На саморез лучше их не делать, потому что если вы их на саморез фигачите, то вы потом его не найдете. Я делаю рядом. Слушайте, честно говоря, высота страшная. Тем более, когда все шатается. Поэтому уделяйте внимание страховке. Теперь я должен спуститься. Бенч. Чпоньк. Чпоньк. Пунч. Теперь мы берем маячок. И, кстати, лайфхачина такая, ребят, смотрите. Мы сейчас берем вот так саморезик вот такой. Вставим. Вставим. Так, поставили. Берем этот саморез. И пока временно. Эй, паук, паук, паук. Паук, не лезь ко мне. Да блин, паук. Все, и вот так фиксируем саморезиком, чтобы у нас не ползал сам маяк. Так, это вот такая вот тема интересная. Потому что раньше я этого не делал. У меня сползал он. Поэтому надо поднимать. Короче, лишняя морока. И вот смотрите, помните, про что я говорил? Делайте этот побольше. И немножечко намазывайте вот тут на маячок. Тогда он у вас отваливаться не будет. Это очень полезная штука. И я советую всем вот так делать. Когда мне как-то посоветовали, теперь я всем советую. Так, там я залезу с этого. Со стоечки. Вот. И вот. Сейчас мы вот так скучкуем сначала. А потом я уже добавлю везде раствора. Так, вам все видно, надеюсь? И работать надо быстро. Потому что эта штука 3 минуты, и она все уже адгезия. Как мне, я всегда адгезия говорил. А сказали, что правильно адгезия происходит. Но в данном случае замерзание раствора. Тут не адгезия. Ну так, намазываем. Тут везде намазываем. Ну, ювелирить тут не нужно. Особо. Главное, чтобы вот это место у вас было ровно. Чтоб здесь не насирался раствор. Потому что в дальнейшем он вам будет мешать. Так, нам осталось вон там наверху сделать. Поэтому мы, короче, вот так. Банч. Так, смотрим, чтобы никто никуда не рухнул. Проверяем. Всегда смотрите, эти вещи важные. Вот. Полезли делать верхнюю штуку. Вот, верхнюю. Теперь ее тоже промазываем. Вот так. И все. Теперь по красоте у нас. Вот тут маячок. Тут у нас тоже саморезик. Все везде держится. Отлично. Но. Есть одно но. В конце мы берем провило. Ну, буквально сейчас дадим две минутки, чтобы это замерзло. Берем провило. И маяк этот поджимаем, чтобы была ровная. Плоскость. Понимаете, везде. Давайте аккуратно убираем его. Он уже нам не нужен, саморез. Я смотрю, что маяк не плывет. Опять же, из-за чего? Из-за того, что мы добавили чуть-чуть алебастра. Берем с вами теперь провило и прикладываем его по всей плоскости. И смотрим. Ровненько. Немножко поджимаем. Капельку, капельку. Теперь мы знаем, что маячок у нас установлен как надо. По всему уровню. Теперь мы должны прогнать с вами всю эту стенку до конца. Так, ребят. Давайте уже теперь в следующей серии я вам покажу наш быт. Мы же переехали. Мы же теперь тут живем. Все лето. Мы с вами газонокосилочку еще переберем. Вы мне посоветуете кое-что по газонокосилке. В следующей серии начнем это штукатурить. И обещаю, ребят, наверное, по штукатурке это уже последние серии. Дальше мы переходим с вами на баньку, потому что уже мыться надо, баньку делать надо. И мы, скорее всего, вот сейчас добиваем эту часть и переходим в банька, отмосточка, проводка всего дома, проводка первого этажа. Короче, я вам еще много чего расскажу. Увидимся с вами скоро. Пока.